Я приветствую всех учащихся восьмых классов на уроке географии. С вами ребята в дистанционном режиме, работает Наталья Алексеевна. Мы продолжаем с вами изучать большую тему, которая называется «Хозяйство России». И разбираем мы с вами сельское хозяйство. Откройте, пожалуйста, тетради свои и запишите тему. Сегодня мы разбираем тему «Растениеводство». В учебниках, ребята, это параграф 46, страница 228. На урок я оставлю перед вами следующие задачи. Вы сегодня узнаете, какова роль растениеводства в экономике, какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России, как растениеводство влияет на окружающую среду. И в конце урока я вам предложу практическую работу выяснить факторы размещения основных культур растениеводства России. Итак, вначале я вам напомню, что растениеводство относится к сельскому хозяйству. А сельское хозяйство, в свою очередь, зависит от земельных ресурсов. Они, мы знаем, в России очень ограничены. В некоторых природных зонах сельским хозяйством заниматься вообще нельзя. И те почвы, которые существуют, у них есть различия в плодороде. Есть плодородные почвы, а есть менее плодородные почвы, а есть вообще не плодородные почвы. Растениеводство тоже, ребята, зависит от биологических законов, потому что растения все развиваются по-разному, и агроклиматических условий. Агроклиматические условия – это условия климата, способные заниматься сельским хозяйством. Мы знаем, что сельским хозяйством, особенно растениеводством, Люди в России занимаются по сезонам, весной, летом и осенью. И не каждый год, например, какая-то сельскохозяйственная культура дает хорошие урожаи. Так вот, можете это записать себе, пожалуйста. От чего же зависит размещение растеневодства? Первое, это условия, это климатические условия территории. То есть количество тепла и распределение осадков за время роста растения. То есть пока растение растет, оно должно получить определенное количество тепла. И в определенные периоды времени, естественно, должна поступать влага для растения. Иначе урожая не будет. Ну и, конечно, ребята, наличие и плодородие земли, то есть типы почв. От этого напрямую зависит урожай сельскохозяйственных культур. Ну и, конечно, ребята, у любого растения есть биологические особенности, в результате которого оно там всходит, растет, развивается и дает урожай. Я думаю, что вы записали все эти факторы. Ну, значение растеневодства, наверное, вам сильно много рассказывать не надо. На этом слайде все показано прекрасно. Растеневодство дает нам овощи, фрукты. Благодаря растениям люди получают растительное масло. Благодаря муке, которую получают из зерна, люди выпекают хлеб. Это и различные крупы, которые присутствуют в рационе человека. Это и сахар. Это и тонизирующие растения в виде чая. Кроме того, растения это корм скоту. Некоторые растения из них получают волокна и делают ткани, пряжу, сукно, нити и так далее. Человек давно начал заниматься растеневодством. И данные культуры помогают человеку в жизни. А сейчас я познакомлю с основными направлениями растеневодства России. Я, ребята, с ними только познакомлю, а вот факторы и размещение вы дома выполните самостоятельно. Главными, ребята, растениями в России являются зерновые культуры. Те культуры, из которых человек получает зерно. Это культура рожь. Она не такая требовательная, ребята, к теплу, поэтому даже может расти и в тайге. А вот эта культура очень плодородной почвы требует и тепло. Тогда только она будет высокого качества. Это кукуруза. Главной сельскохозяйственной зерновой культурой является пшеница. Это основа хлеба россиян. Не менее важной культурой является и овес. К зерновым культурам относится также и рис. Но эта культура требует особенных условий. Растет практически в воде и требует очень теплого климата. В России только две территории, где данную культуру можно возделывать. А вот эти культуры относятся к техническим. Лен – это волокнистая культура. Сахарная свекла – сахароносная культура. Подсолнечник – масличная культура. А это, ребята, одна из представителей клубнеплодных. Это картофель. В России очень большие площади, занятые под картофелем. Это овощи. Их в России выращивают практически повсеместно. А эти, ребята, культуры очень требовательны к теплу. Это бахчевые культуры. К ним относятся арбузы, дыни. Можно еще добавить кабачки. И садоводство и виноградарство. Есть такое направление. Это отрасль сельского хозяйства в основном развита в южных районах. С благоприятным климатом, с хорошими почвами. Там растет виноград, яблоки. Практически здесь же, и даже немножечко севернее, развита плодово-ягодная культура, где выращивают различные ягоды. Малины, абрикосы, смородину, клубнику, черешню, вишню и так далее. Это, ребята, тонизирующие культуры. Конечно, в мире гораздо больше. Мы знаем, например, кофе, какао. Но в России эти культуры не растут. А вот чайный куст в России возделывают. И только есть одно место в России, где хорошие условия для выращивания чайного куста. Эти культуры являются кормовые. Даже можно еще несколько привести. Но это самые основные. Тимофеевка, клевер. Эти культуры в основном, ребята, выращивают на корм скоту. А теперь я покажу вам карту, как же используются земли в России. Посмотрите, на большей части территории нашей страны, северная, посмотрите, розовый цвет, эти земли в сельском хозяйстве неиспользуемые. Здесь в основном люди занимаются оленеводством. Вот эта зеленая зона, это практически вся тайга. Это территория лесных угодий. И поэтому для сельского хозяйства она используется, но очень и очень мало. Главными угодьями для выращивания растений являются, внимание, все слушайте, зона смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, степей. И отчасти полупустынь и пустынь. Здесь растут определенные растения. Так вот, посмотрите, западная часть, юго-западная часть и южная часть восточноевропейской равнины и западносибирской равнины, только эти территории пригодны для земледелия. А эта карта рассказывает о зерновых культурах. Посмотрите, зерновые культуры, в принципе, размещены на тех же территориях, которые я вам говорила. За исключением, вот смотрите, овес, ячмень. В некоторых районах юга Сибири выращивают и пшеницу. Посмотрите, где выращивают рис. Ну и в завершении урока я повторю информацию, с которой вас уже знакомила. Земледелие, ребята, отрасль нужная для людей, но, естественно, она влияет на окружающую среду. Мы с вами об этом говорили, я повторю. Распашка земель и устранение естественной растительности. Это первый минус. Распашка, потому что естественную растительность, которую создала природа, человек нарушает. А также, например, устраняет естественную растительность, это вырубает леса. Это минус, конечно, это влияние на окружающую среду. Второе. Рыхление почвы. В особенности это касается моментов использования определенных приспособлений, таких как отвальный плуг. Этим самым человек способствует эрозии почвы. Вспоминайте, что это такое. Это разрушение почвы под действием ветра и влаги. И когда почва становится неплодородной, на ней уже не растет практически ничего. Ну, еще один минус. Это в растеневодстве используются различные яды, химикаты для борьбы с вредителями и различные минеральные удобрения, чтобы почву сделать лучше, плодороднее. Это все тоже сказывается очень отрицательно на окружающей природе. Ну и, ребята, миллиаративные работы разного рода. Осушение, орошение, известкование почвы и многие другие виды работ тоже отрицательно оказывают влияние на окружающую среду. Так что растеневодство нельзя сказать безобидным занятием человека. Ну, а сейчас я объясню домашнее задание. Вот такое оно сегодня у нас с вами. Вы повторяете параграф все 46-й на основе текста учебника, карт Атласа и, конечно же, ребята, дополнительных источников информации. Если бы мы с вами были в школе, то я бы вам дала, конечно, подготовить сообщение по данной теме. Ну, а сейчас вы выполняете вот такой вид работы. Значит, вы даете характеристику факторов размещения сельскохозяйственных культур в России. Вы можете не выполнять работу в виде таблицы. Она не нужна. Просто я вам предлагаю для компактного размещения домашнего задания. Итак, вот смотрите, здесь я дала план описания сельскохозяйственной культуры. Вверху пишите культура. Потом. Для чего она выращивается? Что из нее производят? Какие климатические условия эта культура требует? Температура, например, созревания. Распределение осадков во время роста. Какие почвы предпочитает эта культура? В какой природной зоне произрастает? Где в России находятся основные районы выращивания? Например, на Урале, Восточной Сибири, Центральной России, Ростовской области. Ну, и готовясь, выполняя домашние задания, может быть, вы еще что-то интересного нашли. Поэтому, что еще хотели вы добавить про эту культуру, тоже добавьте. Ну, вот смотрите, я называю культуру в растеневодстве и называю, кто выполняет данную работу. Пшеница. Алиев Марат. Байрамова Амина. Рожь. Гладикова Кристина. Балабаева Аня. Ячмень. Железняк Мирослава. Клопот Евсталия. Кукуруза. Заболотникова Юля. Кашинская Катя. Рис. Зулпукаров Айербек. Лаптева Аня. Подсолнечник. Пономарева Диана. Карев Иван. Лен. Сафронова Настя. Легенчук Антон. Сахарная свекла. Филимонова Настя. Мамедова Гуля. Картофель. Тарасов Семен. Орлова Настя. Бахчевые культуры. Хомич Аня. Петрук Юля. Чай. Шарипов Денис. Сухоруков Савелий. И виноградарство. Сальменов Дидар. И Чималендинов Рустам. Работу, ребята, отправляете на мой электронный адрес до 20 мая. Не задерживайте работу, потому что, ребята, конец триместра. До сегодня урок закончен. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok